Если раньше алкопотребители попадали в больницу из-за пристрастия к аптечным спиртовым настойкам, то сейчас ситуация изменилась. Из 10 госпитализированных в токсикологию за последнее время все отравились коньяком, если его, конечно, можно так называть. Напиток продавали в 5-литровых канистрах по подозрительно привлекательной цене, всего 500 рублей за штуку. В несколько раз ниже стоимости оригинальной продукции можно купить и водку. То же самое относится к сигаретам. Постоянные клиенты прекрасно знают адреса таких точек. К слову, они есть как в центре Барнаула, так и на окраинах. Одна из них, так называемая рюмочная, прячется среди овощных лотков и гаражей в районе рынка Надокучаева. Здесь распивают то, о чем говорили в советское время. Сообразили на троих. Водочка есть у вас? Да, врачка есть. А какая, скажите, и почем? Безолотой стандартный 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 стандартный. Давайте одну. На бутылку водки и две пачки сигарет мы потратили всего 290 рублей. Горячительная по 150, сигареты по 75 и 65 рублей за пачку. Это при том, что по закону с июля этого года продажа сигарет дешевле 108 рублей запрещена. Однако товар по бросовой цене не смущает ни покупателей, ни продавцов. Но если первые отвечают исключительно перед собой, своим здоровьем, то вторые еще и перед законом. Во-первых, это подделка акцизных марок, преследуется по закону, соответственно, в уголовном кодексе это есть. Второе, это подделка именно алкогольной и табачной продукции. То есть подделка не оригинал. Мы же не знаем, что там налито и что насыпано в табачную продукцию. Это вторая статья. Ну и третье, контрафакт. У нас же еще и контрафактная продукция есть. Если, например, принести, ну, например, табачную продукцию известных брендов или алкогольную продукцию известных брендов, то есть что это значит? Это значит, оригинальный производитель данной продукции теряет в прибыли. Еще одна точка продаж также спрятана в гаражном комплексе. На здании нет абсолютно никакой вывески, внутри темно и тесно. В ассортименте есть и сигареты, и алкоголь. Однако, помимо этого базового набора, здесь продают еще и съестное. Это консервы, сухпайки, кофе и закуски. Многое из этого может быть просроченным. Так, срок годности пива, что мы приобрели здесь всего за 30 рублей, истек полгода назад. И у нас есть сведения, что просроченные товары попадают сюда из крупных торговых сетей. При этом конечный покупатель не сможет вернуть некачественный и, возможно, опасный товар. Чеки не выдают. Ну, а то чек, сигареты не забудьте. Да я вот он. Из дачи. А чек это не напечатаете, а то сожрут. По всей видимости, работая без чеков, здесь стараются уйти от оплаты налогов и ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Еще одно нарушение наряду с торговлей просрочкой. Купленные в обоих местах товары мы пытались отправить на проверку в Роспотребнадзор, однако на официальный запрос в ведомстве не ответили. Позднее в телефонном разговоре сотрудник сообщил об отказе в исследовании. Тогда мы обратились в региональный центр оценки и экспертизы. На исследование была представлена, видимо, казахская продукция или подделка казахской продукции, потому что, во-первых, там штрих-код, количество цифр не бьется, а во-вторых, размазанные цифры на акцизной марке. А так как они размазаны, тяжело даже цифра читается. Ну, я, несомненно, я проверил это все. И не по штрих-коду, не по акцизной марке данные номера в систему, единую систему проверок акцизных марок, а также штрих-кодов, не установлены. Поэтому можно первично сказать, что данная продукция, представленная на исследовании, обладает всеми признаками подделки. К слову, четверть сигарет, которые продают в Алтайском крае, являются нелегальными. Таковы результаты исследования международного маркетингового агентства «Контар ТНС». Этот показатель превышает средний по стране более чем в 2,5 раза. Большинство табачных изделий едет к нам из Белоруссии и Казахстана. Две трети из них – это продукция местных марок, но без российских акцизов, оставшаяся часть подделки известных брендов. Остается только догадываться, сколько налогов не ушло в бюджет и насколько от этого обогатились торговцы. Павелов Капашвили рассказал, как определить, что перед вами контрафакт. Сначала смотрим, есть ли акцизные марки, а также штрих-код на упаковке или бутылке. Проверяем, как нанесены краски на акцизные марки. В этом случае в экспертном центре используют микроскоп, хотя плохую подделку можно выявить и невооруженным глазом. Если оперировать ультрафиолетовой лампой, увидим водяные знаки и особое микроволокно, которое светится под излучением. И последний, один из самых надежных способов – проверить цифры штрих-кодов и акцизов на специализированных порталах. Сергей Авкапашвили пользовался в основном сайтом налоговой инспекции, где есть сервис для проверки подлинности продукции. Примечательно, что в обоих магазинах нам не удалось обнаружить лицензии, которые бы подтвердили законность работы торговых точек. Напомним, по правилам правоустанавливающие документы должны быть общедоступны. Несмотря на явные нарушения законодательства, такие магазины продолжают работать. И сюда не зарастает народная тропа. По сведениям частных источников, некоторые точки функционируют в Барнауле уже 7-10 лет. Почему и кто это допускает? Остается предположить, что у черного бизнеса есть влиятельные покровители. В ходе расследования мы направили официальные запросы сразу в несколько контролирующих органов – МВД, ФСБ, прокуратуру и налоговую – с просьбой провести соответствующие проверки. А для ускорения процесса мы даже сообщим адреса, где провели закупку – Малахова-86Б-Литера-Д и Попова-70В. Некачественные товары и подделки для непритязательного покупателя могут стоить жизни. Добавим, мы продолжим следить за развитием событий. Артем Гусельников, Андрей Дреер, Алексей Поляков, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.